Национальная одежда отражает многовековую историю, культуру и традиции народа. Сегодня этно-одежда в современном стиле – актуальный тренд среди казахстанцев. Здравствуйте! В эфире программа Made in KZ. Меня зовут Диана Сапорвекова. Мы находимся на предприятии, которое занимается пошивом казахско-национальной одежды в современной интерпретации. Современная одежда с использованием изделий с казахскими национальными орнаментами – коротко, сегодня это неоказахский стиль. Само слово «нео» означает «новый». За пример дизайнеры берут одежду, которую носили наши предки, такую как кемещек, шапан, куэлек, камзол и многое другое. Адаптируя образы к сегодняшнему времени, соотечественники популяризируют историю, культуру и национальные ценности нашей страны. Эта мастерская по пошиву современной национальной одежды расположена в нашей столице. Хоть цех и открылся только в прошлом году, спрос на одежду в неоказахском стиле очень высок. В мастерской работают более 20 портных. В месяц они шьют около 150 изделий. Сейчас давайте остановимся на процессе производства. Прежде всего дизайнеры придумывают эскизы будущего современного чапана. Зачастую это стеганный халат, который мужчины и женщины носят поверх одежды. Дизайнеры переносят свои идеи и задумки на бумагу. Затем подбирается ткань, из которой будет шит этот эскиз. Ткань, нитки, фурнитуру привозят в мастерскую из Италии, Турции, Индии и Китая. При пошиве используют исключительно натуральные ткани из хлопка и шерсти. Как только сырье поступает в цех, его тщательно очищают и проверяют на качество. Следующий этап – подготовка модели одежды, по примеру, рисунка. Сначала его кладут на большой лист бумаги и вырезают. После этого ту же бумажную модель кладут на ткань и рисуют мелом. Затем все детали чапана отправляются в ателье. Важно отметить, что орнаменты пришиваются либо на этом этапе работы, либо в конце, в зависимости от узора. К слову, портные пришивают их вручную. Индивидуальный узор можно сделать из хлопчатобумажной или блестящей пряжи и аксессуаров. Рукава, воротник, перед и спинка чапана проглаживаются. Нитки подбираются исключительно по цвету ткани. С помощью швейной машины портные сшивают детали и начинают собирать чапан. В зависимости от заказа его можно сшить от размера S и до XL. После завершения готовое изделие проверяется на качество. И только потом национальную одежду выставляют на продажу в магазине. Прежде чем воплотить задумки в реальность, дизайнеры тщательно изучили значение национальных орнаментов. Они посетили разные страны, погрузились в историю, прочитали исследования ученых. И только потом нанесли их на изделия. Цена одной работы в отечественной мастерской начинается от 40 тысяч тенге. Если посмотреть ассортимент в магазине, то можно подобрать модели для помолвки, а также современные бомберы. Высокий спрос на такую продукцию в неоказахском стиле и за рубежом. Такие современные накидки с казахским узором пользуются большим спросом. Причем как среди молодежи, так и старшего поколения. Это стильно смотрится в повседневных образах, так и на различные семейные мероприятия. А для иностранцев казахское наследие – это незаменимый сувенир. Так создается доступная, качественная и современная национальная одежда. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok